в узбекистане там наверное всего ритейла на 1000 1100 магазинов на всю страну в 36 миллионов весь остальной бизнес делается на базарах узбекистан не входит в единоэкономическую зону то как она работает например в россии с казахстаном есть равно работать с узбекистаном склады наверное вообще основная боль всей страны для ритейлеров если открыть слишком красивый магазин люди боятся зайти потому что там дорого в узбекистане очень сложно отделяется личная и профессиональная отлеты отдельно мухи отдельно здесь есть с этим сложности да и действительно людей нужно учить людям нужно объяснять что работа не равно семья после как я приехал у нас глобально в компании хоп отменился 57 магазинов на почти конец декабря чем обусловлена такая активность достаточно быстро открывать их это был наш первоначальный план когда мы выходили на рынок узбекистана единственное что была небольшая задержка в начале года потому что нужно было понять как работает рынок как работают люди переделать договора и много вещей концу года мы научились поэтому сейчас мы идем темпами два магазина три даже в неделю будет открываться и может быть даже больше если в целом говорить про косметический рынок узбекистана по оценкам некоторых экспертов spot us приводит статистику он оценивается в 120-130 миллионов долларов в год насколько это по вашему близкая цифра но здесь нужно опять таки разделять какой рынок в целом мы считаем что весь рынок серый базарный который заезжает непонятными путями где-то на уровне 200 240 миллионов но вполне возможно учитывать те данные которые приводят статистика о том что 40 процентов бизнеса находится пока в тени наверное как раз вот цивильный бизнес да он в районе как раз там 150 скорее всего и есть который можно отследить на откуда появился товар сертификаты где он продается платится ли налоги 40 процентов это близкая к реальность цифра статистика понятно что заезжает скорее всего здесь сложно оценивать разумеется то что видим мы до контрафакт подделки на рынке присутствует в разных регионах страны по разному это выглядит на где-то это явно и много где-то это мало например в ташкенте с этим попроще полегче хотя есть места до сих пор где там не знаю тот же кулюк где можете найти продукцию псевдо марок до псевдо брендов которые непонятно где произведены но в целом по сумме наверное да в основном откуда контрафакт завозят это практически идентичные внешние продукты обрали и здесь тоже два момента да есть контрафакт который подделывается то есть это не оригинальная продукция не настоящее название там кто помнит абибас до условные здесь это будет канале вместо шанель есть это то что приезжает узбекистан так удобно расположен географически что практически с любой страны можно что-то завести на это что мы видим на базарах например то товар который официально не поставляется например на рынке центральной озере мы видим товар который производится там исключительно в иране для ирана его можно купить в узбекистане есть профессиональные серии именитых брендов которые продаются только для отелей и гостиниц и их невозможно купить но у нас возможно у нас в узбекистане у нас в узбекистане да но интересно момент потому что во многих известных сетях есть те же самые там выхода шел дросс иранские или какие-то эмиратовские это же не говорит там что-то контрафакт правильно несомненно да и здесь любая ответственная сеть в первую очередь которая беспокоится о своем имидже в первую очередь проверять документы сертификаты происхождения сертификаты соответствия в том числе если сеть большая она зачастую общается и с производителем дальше вопрос стоит какая логистика например два года назад это была одна логистика в узбекистан сейчас это другая до другие страны через другие страны соответственно заводы находятся в разных странах поэтому не проблема происхождения товара оригинального проблема в том что существует часть рынка которая работает не платя налоги и часть рынка которая откровенный контрафакт и является небезопасных для потребителя не боитесь что не угонитесь скоростью открытия людей нужно нанять нужно их обучить это нужно обставить все вообще почему такая активность тоже корзинка открывала 100 магазинов через двадцать лет а у вас уже пятьдесят семь вопрос на две части надо разбивать первое конечно декабрь тяжелый месяц для ритейла в целом учитывая то что мы открываемся через два-три дня по магазину здесь наверное нечестно будет сказать что легко и просто все это дается да надо набирать людей до нужно открывать строить и так далее так далее так далее но в целом это был наш план и когда мы выходили на рынок мы знали что наш план амбициозный что нам будет сложно но та команда которая есть и то что мы делаем лишь факт открытий как раз подтверждает что правильные люди в правильном месте почему декабрь для ритейла сложно наоборот же много людей все хотят покупать снова он сложный он легкий с позиции денег разумеется ритейлеры особенно косметика либо какие-то праздничные магазины они в декабре зарабатывают там в два в три в четыре раза больше но с позиции нагрузки на персонал на это нагрузка вырастает тоже в несколько раз и когда вы там обслуживать нужно человека в минуту на то есть рассказать ему показать посчитать на кассе все упаковать разумеется нагрузка очень большая особенно в двадцатых числах декабря когда трафика вырастает в несколько раз у вас логистика каким образом выстроена у вас есть какой-то хаб там не за в россии на казахстане где вы сюда завозить или напрямую с разных торговых марок у нас модель трехфазная да там первая фаза это поставщики из узбекистана это те дистрибьюторы которые являются представителями на рынке и поставляют товары вторая часть это то что мы завозим наши стм марки да то есть который производится исключительно под нас и третья часть это прямые контракты которые мы заключаем уже наши компании напрямую с производителями и например на наших полках уже есть бренды которые эксклюзивно представлены в узбекистане эксклюзивно в нашей сети поэтому здесь вопрос стоит в том что необходимо понимать рынок тенденции находить продукты да если можно купить в узбекистане то там проще легче на там если это какой-то нишевый продукт который производится ограничено или например представлен ограничено то вы идете другим путем поэтому здесь нужно все способы отрабатывать сложности понятно не у всех есть с чем сталкиваетесь постоянно можно без завалированности без вот бренд растет опыт ширится понятно что невозможно все делать ровно аккуратно сложности сколько руководителю вам проблема которая там не всем очевидны наверное здесь лайфхак для других компаний которые не важно там с европы с других стран центральной азии россии неважно это то что узбекистан не входит в единоэкономическую зону соответственно есть компании которые совершали ошибки в том числе наши одни из некоторых поставщиков то что они думают что казахстан равно узбекистан это что как она работает например в россии с казахстаном не есть равно работать с узбекистаном здесь другое законодательство здесь другие таможенные пошлины требования и действительно пришлось в том числе и учиться для того чтобы разобраться во всех хитро сплетениях но они есть и действительно кардинально отличается 2 на из личного скажу там из-за моего опыта к сожалению для компании да и для вообще для компаний конечно рынок что у нас в узбекистане очень сложно отделяется личная и профессиональная там простой пример как переговоры идут там не знаете в италии или в россии на люди на собраниях спорят ругаются в кровь друг друга готовы и втязать мучить но когда они выходят они готовы пин кофе или пойдем прогуляемся да и все люди перезагружаются дверь закрылась там было дело это не значит что мы там во всех других делах не можем взаимодействовать здесь зачастую очень сильно и есть влияние вот этого личного момента да и что люди собрания даты не за трудности собрания не перекладывают на дальнейшие вещи это очень сложно потому что кто работал там европейско-американских компаниях да вот опять-таки у кого есть опыт они понимают что там котлеты отдельно мухи отдельно здесь есть с этим сложности да и действительно людей нужно учить людям нужно объяснять что работа не равно семья до что мы партнеры на связывает договор они дружба дружба может быть но первопричинное наше взаимоотношение трудовой договор еще один нюанс который там сказывается на развитии думаю многих компаний с этим столкнуться то что текущий трудовой кодекс на он очень социальный слышал о том что больше настроена да то есть мы там все кто обсуждаем очень похож на шведскую модель на такую очень социальная очень реалистически социалистическая наверно да то что защищаешь он достался в наследство собственно советского союза с одной стороны это правильно потому что ну там хороший работник чтобы работал должен быть социально защищен но для меня всегда это должен быть баланс то есть у компании есть права справедливо у компании с обязанности справедливо но у работника должны быть такие же права такие же обязательства перед компанией и они должны защищаться в равных условиях сейчас наверное здесь есть перекос потому что опять таки за это не стоит задачу компании на там увольнять не на менять людей да но в каких-то сложных ситуациях компания тоже должна быть защищена законом например человек плохо работает не выполнять свои функции до компании должно быть легче проводить какие-то вещи в том числе иногда и увольнения перемещения или еще что-то такой двоякий мне кажется момент что многие компании руководители говорят что у нас трудовый кодекс он заточен под работника нежели чем на под компании другом и что сами работники совершенно не знают своих прав и многие компании там годами этим пользуются хотя по сути в трудовом кодексе сделано все чтобы но здесь когда незнание законов не освобождает от ответственности да в первую очередь если сотрудник хочет быть защищенным то трудовой кодекс стоит почитать однозначно как мы как компания когда пришли в апреле изменения несомненно все собрались мы этом обучались но здесь наверно мне в душе близко поскольку там всю жизнь занимаюсь предпринимательство в том или ином виде на когда быстрые реакции быстрые ответы всякие вызовы то конечно модель когда если ты не справляешься если ты не эффективен то компания имеет право и должна иметь право взять другого человека а дальше уже начинается то там качели с позиции там компании там должна учить должна учить компания должна давать ресурсы разумеется да там в нашем случае мы работаем по трудовому кодексу мы абсолютно белый белые в офисе белые в магазинах мы соблюдаем все требования все выходные оплату есть все базовые требования выполнены но бывают иногда моменты когда действительно мы чувствуем что закон говорит ребят подождите вот на первом месте у нас работник но опять мы развиваемся мы открываемся это о чем говорит о том что мы знаем как во всем этом взаимодействовать и вариться вы же сибири да каком-то из интервью говоришь что очень гордитесь своим происхождением и что люди сибири они особенные в чем-то выражается здесь важно подчеркнуть нехорошие или плохие до особенный ну да наверное сибирьки потому что это фактор который сошелся на одной территории в свое время с одной стороны это срок регион погодный на сибирь морозы а там жаркое лето есть с другой особенно военное время послевоенное много очень людей приехала с разных концов страны и там не знаю нас в классе как лаван получился да много много сама в классе кто только не учился да и немцы русские украинцы белорусы казахи учитель истории узбек был но и второе открытость людей когда там не знаю есть шахтерского города все работают в шахте на производстве где взаимовыручка помощь там не за открытость честность важны то это как раз вот эти те кирпичики которые вкладывают на там в развитие не за какое-то мышление поэтому в принципе легко определить там я не знаю может это уже про деформация но иногда говоришь с человеком только что что-то не сибири надо как это сибири я не знаю как днк то есть вот этот либо чувствуешь либо нет ну мне кажется мы тоже можем узнать с узбекистана человека если он с узбекистаном другой стране какая-то такая особая налет как из сибири попасть в антвертинскую школу бизнеса все вообще такое это программа экзотифа мбей которую я кончила эта программа была двойная соответственно часть модулей было за границей вам идти у нас был блок в китае в антверпене это образование которое позволяет человеку уже состоявшимся да там руководителю дополнить свои знания в каких-то сферах на там финансы они за маркетинг кому-то нужны продажи и прочее 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 да и потом уже эти знания позволяет управлять компанией а как попасть нужно работать я начинал с новосибирска потом переехал в москву работал в москве и в какой-то момент понял о том что каких-то знаний много я могу уже сам поделиться каких-то недостаточно поэтому как раз пошел поучиться здесь главное там кто комьюнити с кем ты учишься потому что тоже важно это все управленцы люди с опытом управления крупными компаниями ты не просто учишься а ты прямо кейс байкейс можешь обсудить с людьми какие-то проблемы вопросы учебные материалы люди делятся экспертизой реальной они просто там всех теоретической в среднем в каждом магазине порядка пяти тысяч наименований товара в целом да но у нас сейчас если наши потребители там двигаются по городу видят что мы сейчас предусмотрим разные форматы и например нас есть там торговый центр компас где магазин 56 квадратных метров у нас есть магазин на остановке петушок он почти 320 квадратных метров и понятно что количество из каю сильно разница к счастью или к сожалению недвижимость в узбекистане таким образом представлена для ритейла что нет возможности арендовать коробки прямоугольный квадратный которые удобны для ритейла понятно с отдельным входом вы сделали стены и поставили стеллажи в узбекистане вынуждены чаще всего арендовать бывшие квартиры первые этажи переделанные да там ограниченные площади несущие стены поэтому приходится выкручиваться исходя из концепции ваши то есть вы намеренно берете небольшие такие помещения внутри корея нам пришлось подстроиться под реалии рынка ну и что это правильно да там потому что если мы делаем будем копии пейста там вот есть какой-то формат давайте его привезем и сделаем наверное это в полной мере не будет отвечать не ожиданием рынка не потребителям не там каким-то тенденциям и реальности сейчас вообще сколько я знаю идет такая достаточно серьезная борьба за помещения коммерческие и среди многих там ритейловых сетей ваще в этом сложность проблему там сложность ощущаем с позиции если мы говорим о правильных помещениях да правильные помещения это прямоугольники которые с документами так далее так далее которые там готовы подписать договор работать по безналу в ташкенте до конкуренция высокая потому что все главные игроки представлены в основном в ташкенте да если вы выезжаете даже там недалеко ферганскую долину то тех же ритейлеров продуктовых в разы меньше даже в фергане а там просто в десятки раз меньше поэтому в ташкенте конкуренция высокая к сожалению цены тоже очень сильно поднялись да и если сопоставлять то это столичный даже по меркам других стран там казахстана россии то есть ценник в ташкенте действительно высокий это тоже создает свои сложности для бизнеса если говорить про регионы здесь все проще чем дальше отъезжаем из ташкента ташкентской области тема больше возможностей тем больше открытого рынка тем больше помещений да и зачастую здесь стоит вопрос как найти больше игроков на площадке да там люди строят здания 500 квадратов нам столько не нужно и вот то что мы сейчас сделаем некоторых локациях мы пытаемся договориться с какими-то ресторанами с продуктовиками м косметик еще что-то для того чтобы локация стала интересной для потребителя и для трафика для нас было большим сюрпризом то что многие люди не то что не готовы читать договора аренды а в принципе не готовы показать паспорт документы на собственность и в основном диалог я здесь 20 лет сдаю зачем тебе документы и очень сложно объяснять людям да что в принципе ритейл особенно когда мы говорим контракт этом 5-10 лет договор это как раз та самая вещь который защищает и нас и арендодателя в любых изменениях помимо прочего то что очень сильно влияет в ташкенте то что многие локации не согласованы не узаконены все изменения и таким образом всегда есть риск что приедет кто-то из государственных органов скажет ребята у вас незаконная постройка незаконная пристройка разрушаете съезжайте и теряйте опять становится вопрос что это если невозможно предусмотреть в договоре то тот риск который для нас есть не знаю насчет других городов ташкенте все предприниматели говорят что будь то ритейл будь то какая-то хорика до локация 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 это самое важное что может быть в таком бизнесе у вас тоже есть и очень успешные точки есть и менее успешные точки здесь наверное нужно говорить на первоначальном этапе до локация несомненно важно но дальше нужно разбить на две вещи первое вы хотите сегодня получить прибыль и стать супер окупаемым окей если это ресторан открывайтесь на шевченко там на c1 все понятно если вы думаете в перспективе нескольких лет и вы не ограничены там условно говоря у нас одна улица шевченко на ее нельзя расширить раздуть чтобы там все рестораторы со всех стран да там центральной азии россии не знаю европы открылись то есть локации ограничены вам нужно еще где-то развиваться то есть дальше вы должны какие-то другие факторы собирать например сколько людей живет в радиусе 500 метров что еще есть рядом ok вам понадобится время на развитие дальше стоит вопрос у вас есть возможность подождать этого развития если нет не открывайтесь плохой локации если вы говорите о том что мы должны стать сетью номер три через несколько лет в узбекистане тогда вы должны инвестировать в будущее соответственно ваши локации будут начинать с низкого старта вы потом вокруг себя будете развивать вы развиваете да именно поэтому например на сейчас есть коллаборации с супермаркетами где вы направо идете в супермаркет за продуктами налево идете вам косметик где вы покупаете то что вам нужно для себя косметику уход и так далее это синергия работает мы видим что у наших партнеров но там трафик прирос когда мы открылись они раньше открылись мы чуть позже как только мы вместе заработали у них вырос трафик ну все мы создаем новую локацию то есть через год-два вокруг этого пятачка создачи свой трафик опять-таки хотелось бы получить больше информации по нашему местному рынку почему так получается заходили разных бренд ритейловые все они так или иначе загибаются по сути есть только один да там корзинка назовем которая есть ритейл продуктовый все остальные по ходу дела начинают закрываться загибаться чем-то связано опыта не хватает и что и да и нет в первую очередь несомненно рынок непростой он сильно отличается других рынков но чем конкретно чем отличается например мы говорим что есть культура менталитет все знают что там делать базар по выходным это семейная традиция из года в год и неважно богатая или бедная семья они все делают базар на сегодняшний день мы говорим что рынок нетрадиционной торговли в узбекистане это порядка 85-90 процентов не традиционно торговли это базар это базары магазины где просто все лежит да там не знаю в мешках это на полу перед подъездом коммерческие так называемые то есть да где нет самообслуживания да бы такого в прямом понимании и получается что в узбекистане там наверное у нас всего ритейла на 1000 1100 магазинов на всю страну в 36 миллионов весь остальной бизнес делается на базарах или около базарных точках продаж соответственно вопрос готовы ли компании понимая это подстраивать свой бизнес под текущий реале как-то адаптироваться что делали многие компании вы просто берете кальку например с другой страны привозите открываете а у вас не идет вопрос учитесь вы на этом и что-то меняете либо вы там работаете год понимаете что это неприбыльно и закрываетесь и уходите конкуренция на каких полях вы бьетесь конечно конкурируете с разными там будет торговой сети в рынок магазину дома бабушкин там с развалов у нас тоже продают все возможную косметику где вы это прям такой вопрос для меня больной потому что я вот в нашем комьюнити ритейла пытаюсь это донести я знаю там некоторые наши коллеги воспринимает нас как конкурентов и смотрит нас как на конкурентов наша позиция этому просит другая вот смотрите 7 процентов рынка это ритейл 75 него давайте 10 чтобы всем легче стало 10 процентов 90 процентов рынка это неорганизованная торговля бабушки базары киоски вопрос зачем мы конкурировать должны внутри 10 процентов если наша конкуренция это те люди которые по какой-то причине к нам не заходит до нас не доходит да и мы говорим опять-таки 36 миллионов человек допустим 25 миллионов покупательско способная отбираем 10 процентов до 20 есть 20 миллионов человек 50 процентов женщин 50 процентов мужчин которые вообще ни в какой ритейл не ходят поэтому конкуренция скорее сейчас в нашем понимании это с ментальности людей для которых там все мы в регионах знаем там если открыть слишком красивый магазин люди боятся зайти потому что там дорого так было да везде всегда да и в регионах еще осталось мы понимаем что и кому хочется сделать классно с одной стороны а с другой стороны прямо что берешь отрубаешь одну руку успеха потому что люди будут проходить мимо говорить это мнение не по кошельку там не непосредством поэтому здесь бороться нужно за людей которые на я всегда говорю вот к я как как почему я потребитель там торговых центров и магазинов я хочу чтобы не летом не потеть выбираешь что-то я хочу зимой не мерзнуть единственное место где это возможно сделать это организованный modern trade то бишь ритейл как только люди это поймут и мы это видим все меняется потому что реально комфортно в плюс 45 находиться в помещении где 23 людям нужно об этом рассказать и как раз наши и маркетинг и рекламы на коммуникация сейчас направлен на то что придите сравните да там цена важно но обслуживает не обслуживает как вам относится чисто нечисто пахнет не пахнет да там есть красивая музыка нет красивой музыки отбавочная стоимость до которую вы готовы однажды заплатить вот готовы ли масса да пока до готовы на этой серии вопрос вот такси возьмем приложение очень долго вроде то рынок качали качали вот сейчас все стали пользоваться приложениями такси но онлайн в ритейле так и никто не запустил и не запускается там не вопрос денег даже это просто вопрос элементарного удобства но как-то буксует кто бы что не говорил но давайте так если бы все буксовала там в тот же в адреса и озон который да там заявили огромные планы сейчас надо и не задали многое иное да но например оборот вайлберис больше всего оборота узбекистан и казахстана вместе взятого торгового всего оборота просто один marketplace уже да там оборачивает как две стороны в целом поэтому вопрос разумеется люди должны учиться готовы учиться но здесь очень часто там встречаются люди которые говорят там о там я работал в москве либо я был в москве я тоже видел магазины как классно что вы открылись это тоже факт где же люди нельзя в турцию посмотрите сейчас вот все люди которые у нас наш партнер да она сказала я раньше летала за границу в duty free закупаться косметикой а теперь хожу к вам вообще на ровном месте мы еще не начали даже обсуждать мы не договорились она сказала ну я хочу с вами работать мне интересно что я ваш потребитель я понимаю ту ценность которую вы несете вы облегчили мою жизнь это займет время разумеется через там год пол страны не будет ходить по ритейлу но вся практика развития которая происходила в европе в америке в россии в казахстане она говорит о том что шаг за шагом люди перейдут там где удобно красиво есть большой выбор все честно мы просто сейчас помогаем данном случае развиваться рынку даже при наших возможностях при том что действительно сильная команда мы год потратили на то чтобы во всем разобраться чтобы понять кто наш клиент где он какие предложения ему нужно делать где мы должны открываться как мы должны открываться сколько это должно стоить еще 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 то есть это не быстро ваших людей из россии правильно нет и здесь как раз очень прекрасно что есть профессионалы и на местном рынке единственное что не во всех отраслях может быть потому что опять-таки если у вас нет ритейла если здесь не представлены многие иностранные компании то вы не можете рассчитывать что человек выйдет с института да там имеет объем знаний когда я начинал работу и начинал коммерческим представителям в одной компании через несколько лет вырос пошел в другую компанию еще вырос в третью это всегда крупные национальные международные компании то есть какому-то времени есть багаж и опыт тесно и портфолио у вас рабочая да и не в хронологическом порядке что помню евроше бургер king что еще было real real adidas adidas какая компания больше всего дала как профессионалу скажем так где опыт был мощнее везде по-разному это как бы склонен к тому что наверно не найти такую работу где вот всему можно научиться поэтому например школу и реалия когда пришел работать это был 2003 год на тот момент это была к уже крупнейшая компания в мире те технологии которые она в россии привезла на там на рынке не было соответственно у меня была возможность получать сколько там 20 с лишним лет назад уже учиться тому до чего никто не знал чего никто не умел так на каждой работе например после косметики когда оказался fashion индустрии да там но спортивная одежда там adidas рыбок обувь ракпорт тоже вроде бы скажешь что все знаешь понимаешь а получается что тебя там появляется и дополнительные водные которых тебе тоже нужно учиться я работу расцениваю вообще как обмен компания инвестирует в меня знаниями новым опытом а я свои работы инвестирую не поэтому всегда с радостью нахожу новую работу а вот этот вот говорят что на каждом месте работы лучше не задерживаться больше трех лет насколько это рабочий механизм в целом наверное все зависит от работы и какой есть в работе изменения да то есть понятно что если ты три года делаешь одну и ту же работу то человек стагнирует на что ну если нет развития то ты начинаешь какую-то рутину переходить при этом если мы говорим что ты там три года был на одной должности поменял три года на другой так далее так далее так далее вот но еще от характера зависит я например там очень горжусь людьми которые там 10-20 лет работают в одной компании и развивается вот для меня всегда было интересно во первых что-то новое а во-вторых вот я чувствую когда я нужен уже когда нет мне бывали моменты когда я знал для себя что я все сделал и правильно для меня уже мне развиваться они просто получать зарплату делать то что я там где не нужны усилия поэтому наверное так вы интересными сказали что вы год по сути переизвучали рынок то есть учили же с определенным ожиданием это было до открытия первого магазина или это уже когда вы открылись и потом начали переобучаться скажем так были разумеется проделана работа исследовательская что за рынок как он будет расти тогда это какие-то тенденции которые доступны например не секрет что в узбекистане к сожалению у нас очень мало информации вообще рынке ритейли ва по потребителях да то есть эта информация нет разумеется открывая первый магазин мы понимали что сейчас это будет копипейст да вот мы привезем коробку в эту коробку поставим все как где-то в другом месте и будем смотреть а дальше уже учились учились с каждым днем открывая каждый магазин мы понимали например то вещь которую там многие люди не понимают что это там влияет на бизнес то что жители страны предпочитают предлагаться на машинах и там пойти погулять по городу чаще всего такого не бывает поем 50 метров если можно проехать на такси люди проезжают до есть там например страны где наоборот да все делается для того чтобы пешеходный трафик был доступный чтобы люди могли гулять по всему городу из точки а в точке б не пересекая там пешеходных переходов понятно когда вы открываете ритейл вы должны этот момент учитывать если люди там в центре города базар то скорее всего пятачок всей жизни будет базар это уже так исторически сложилось назад да и протоптанные дороги глупо предполагать что вы такие красивые умные открываете магазин в другом месте и словите какую-то ману небесную разумеется нет но это все можно понять когда вы делаете первые шаги и понимаете что где можно поменять адаптировать для того чтобы развиваться дальше но для примера вот у нас будут споры я проиграл этот спор magic city казалось бы парк развлечений что там люди приезжают погулять пофотографироваться какой-то может быть ритейл и могу сказать что магазин входит в топ магазинов в нашей сети то что людям удобно гуляя зайти купить что-то себе что-то ребят вопрос потоком небольшое личных жене когда но люди готовы потому что как воспринимается magic park детское развлечение фотографированию фонтанов прогулка люди с регионов приезжают обязательность взять ну вроде бы не про торговлю не про бизнес это моя позиция была меня мои коллеги убедили узбекский опыт может быть это то что для меня это не кажется чем-то странным на самом опять-таки вот это то что говорить нельзя просто приехать рассказывать всем что нужно делать но иногда нужно уметь слушать любой руководитель это человек который как раз не самый умный человек который умеет услышать зерно и аргументы если это происходит то вы даже если я был не согласен еще дверь не пуп земли я же не там не сижу знаешь вот золотая монетка тебе не золотая до меня убедили аргументировано ребята окей они оказались правы ну слава богу для этого они у меня и работают система так придумано насколько я знаю что есть такая история что магнит еще при галинском да он стал самой крупной сетью в регионах они москву не заходили возможно ли в узбекистане такое что вы даже бизнес ритейловый он пойдет только по области то что насколько за количественно ну сопоставимо и интересно ну давайте там наверно больше про реальность рынка на сегодняшний день есть там столичные города такие как ташкент самарканд фергана бухара который максимально приближены к тому чтобы ритейл развивался на манган тот же самый огромный несомненно да ну и как он например да совсем уже до нас недалеко где мы тоже открыли магазин для того чтобы открывался магазин должна быть инфраструктура инфраструктура включает в себя локации логистику персонал на например мы приезжаем в города ищем людей и не находим ни одного человека с опытом в ритейле даже по уровню там вообще никто никогда не не работал дай бог вообще если работал просто приходят люди которые вот хотим первое место работы что это значит для компании которая открывается вам нужно взять куда-то привести обучить либо отправить свою команду поэтому логичнее развиваться там где инфраструктура готова и ждать пока они потянутся все остальные ждать ну то что мы сейчас пробуем это что мы надеемся что мы амбассадоры ритейла в стране именно потому что мы не боимся заходить в небольшие города мы тратим время мы проводим много обучения мы привозим людей сюда в ташкент чтобы они посмотрели как нужно работать для чтобы их опытные люю директора там а или продавцы обучили но в целом если говорить ближайшие 3-4 года ситуация сильно изменится то есть тот кто сейчас занимается экспансией они заведомо выигрышном положении окажется через два-три года вопрос может ли каждая компания позволит себе такую экспансию мы видим в этом большой интерес у нас есть план да почему это нужно делать поэтому мы активно здесь возводится самое главное для этого но несомненно никто не говорит что можно просто приехать без инвестиций без капекса без людей что-то открыть вы не откроете профессиональный магазин или не организуйте ритейл если у вас так называемый back back-office люди которые это все делают не способны это делать 57 магазинов из них сколько ташкенте сколько в регионах сейчас очень тяжело успевать 44 в ташкенте 7 или 8 в регионах остальное в ташкентской области после ташкент ташкентской области коммерческий какой регион самый по вашему такой жирненький мы наверное как поскольку любой коммерсант считает потенциал 1 регион для нас была ферганская долина населенность но население до 3 стороны живет ферганской долине логично предположить что наших клиентов там больше следующий шаг это у нас была область ташкентской области потому что тоже есть города в которых со среды например паркент тоже достаточно не вроде бы недалеко но при этом мало людей кто из паркента ездить в ташкентом есть к кант большой город где есть свои производства еще это экономическая зона там есть иностранцы логично там открываться и за разумеется самарканд я думаю если все получится мы там сразу очень хорошо заявимся и надеюсь что в ближайшее время а вы как-то наверняка будете менять потребительский опыт потребительское поведение в регионах даже как бы пека невидальда розовый магазин с косметикой если все это можно взять другом месте как как люди к этому относятся там в паркенте открывается розовый вывеска мне кажется такое событие городского масштаба по-разному по-разному наверное здесь можно отвечать но в первое это ту какую миссию вы несете например в м косметик на наша компания который как раз оригинал была подсвечена и в принципе на очень хорошо нашла отклик и отзывы клиентов у нас оригинальная продукция что есть оригинальная эта безопасность например для женщин декоративная косметика уход и детское питание там не знаю памперсы это важно безопасность важно ли людям в регионах это безобразие у нас есть x и есть цена 2x за которую вы возьмете с первое есть люди которые это понимают есть люди которые учатся на ошибках давайте простой пример это то что я разговаривал с клиенткой в магазине был порошок крупной компании очень известный бренд мировой она говорит плохой порошок и у вас еще очень дорого до века расстоял группа чему слушай я на рынке покупаю килограмм 6 тысяч сумм конечно тратится много не всегда хорошо отстирывает но зато и недорого но вроде не чисто это ментальность которую нужно объяснять и я надеюсь что в каждом нашем магазине консультанты это делают да что если вы тратите полкило на стирку порошка даже дешевого до который на разновес продается это не то же самое когда вы покупаете оригинальное средство которого нужно там 30 грамм на стирку это нужно объяснять разумеется иногда люди на нас заходят вы абсолютно правы красивая вывеска флаг там не знать день открытия музыка люди заходят что они делают они сравнивают да они сравнивают я покупала там на базаре за 50 типа у вас то почему но дальше наша работа если мы не можем объяснить то разумеется человек нас не выберет если консультанты объяснят что почему чем отличается одно от другого то мы видим например наша база лояльных клиентов за третий квартал выросла практически на сто процентов то есть у нас было 25 чем-то тысяч человек сейчас 50 тысяч это те люди которые несколько раз в месяц ходят в наши магазины покупают что самое важное мы видим что чистота заходов магазин с каждым разом растет да то есть это сначала там когда мы открывались люди приходили раз в месяц раз два месяца сейчас у нас есть лояльные клиенты которые заходят раз в неделю что-то покупают о чем это говорит меняется культура потребления в любой другой стране там возьмите в европе для людей нормальном каждый день заходить в магазин то не знаю купить свежий хлеб купить что-то для дома это закончилось сегодня вы зашли сегодня купили пока культура нас по-другому работаем над тем чтобы так было сейчас как и люди едут на базар еда детям одежда тетрадки и витамины и магазинчика маленькие а то люди каждый шастают хлеб там паста спички ограниченный ассортимент там как раз то что вам нужно здесь и сейчас да вот там условно говоря хлеб помидоры и огурцы да то что чаще всего представлена на входе да это то что вот ну легко закончился вы купили мы хотим сделать так чтобы к нам в косметик заходили люди именно по той же логике если нужна помада сегодня зайди купи если завтра тебе нужно средства для стирки зайди купи почему потому что мы открываемся рядом с домом там открываемся в спальных районах мы открываемся на трафиковых улицах в торговых центрах то есть когда вы не задумываетесь что у вас есть сложность что-то купить вас меняется культура потребления для вас нормальным ходить по торговым центром гулять до чего опять-таки сейчас пока нету люди не гуляют по торговым центром да они идут зачем-то специально надо менять культуру насколько с новосиба в москве было просто или сложно адаптироваться поскольку это спонтанное решение получилось ну и первый такой длительный переезд с вещами но в целом всегда в любом месте есть люди которые помогут на коллеги на работе помогали адаптировался жил в чертаново чертаново это не сильно центр это не сильно центр да и в какой-то момент как разодаться с целью надо что-то делать чтобы поменять чуть чуть поближе а так ну не знаю даже ташкент беру даже вопрос восприятия такой же город такие же условия люди все хочешь коммуницировать всегда найдешь с кем насколько сильно поменялось скажем за год за полтора там не знаю стратегия наверняка было что-то одно потом у реалии рынка ну вот но это подстраивая стратегии не поменялось и то что мы планировали то что мы делаем мы продолжаем это делать какая стратегия стать самой любимой близкой сетью м косметик для своих клиентов а вот стратегии уже внутри разумеется они меняются до стратегия продуктовая стратегия ценовая стратегия в лояльности например если к там потребители которых нам приходили в первые магазины помнят у нас были карты с по которым можно получить скидку да я тоже помню такую во всей стране кэшбэк мы наверно вообще были единственная сеть в стране у которой были по картам скидки у нас этого опыта не было у нас был другой опыт мы увидели мы посчитали мы посмотрели там я живя в ташкенте сам получает те же кэшбэк и до понимаешь что это прозрачно понятно человек в онлайне видит сколько ему денег упало да там на солики мы поменяли нашу лояльность хотя до этого в планах не было у нас появился ассортимент некоторых магазинов для автомобилистов автомобилисты казалось бы да где m косметик но мы увидели что например женщинами заходят мужчины и есть две очевидные вещи которые там например нет других странах чернение колес и хороший запах в машине то есть я не знаю во дворе не видел ни одной машины который каждое утро не чернилась колесо неважно это spark matisse by вайди там mercedes почернить колеса это без иначе она не поедет не заведется факт факт пожалуйста у нас в магазинах всего 45 искаю мы понимаем это важно у каждой семьи есть автомобиль вообще автомобили везде пожалуйста это привлечение дополнительного трафика я правильно понимаю несомненно да потому что семьи приходят что делать мужчине у нас есть мужской ассортимент у нас есть там не знаю в больших магазинах есть белье до постельное белье есть одеяло когда не бьется что ну вы как бы m косметик до дрогере до магазина которые продают косметическую там вот эти продукты и тут у вас товар для животных я не знаю здоровый образ жизни халяль на детское питание белье это никак не специализация это традиционный дрогере и мы всегда говорим что мы дрогере сеть потому что если вы возьмете изначально дрогере пошло из америки это магазины они небольшие но при этом в хороших локациях где вы можете купить все что вам нужно в жизни и условно говоря если у вас есть кошка вы можете купить корм для кошки если у вас есть ребенок вы можете купить для ребенка питание если вы собираетесь на вечеринку вы можете купить красивый лак для ногтей красивую тушь и так далее так далее то есть это классические дрогере просто проблема в том что может быть там в чем диссонанс классический дрогере как открываем мы до этого на рынке не существовал вот в таком явном виде поэтому наверное вопросы если вы посмотрите там на рынок европы-америки никого не вызывает вопросов так до продуктов питания далеко нет пожалуйста это тренд который очень сильно развивается и уже мы это видео уже ответили на запросы клиентов у нас есть здоровое питание нас вы можете купить протеиновые батончики я больше выбрать и овощи я не знаю хлеб нет я думаю так уж наверное мы не сможем настолько сильно отвечать всем потребностям кроме того нет такой цели но есть тренды например у нас есть блок парафармацевтики да это витамины бады питания в таблетках условно говоря люди приходят и спрашивают женщина у которой не знаю стекутся волосы и плохие ногти она покупает не только лак уход но и она покупает витамины для волос для ногтей где и покупать да сейчас это нужно зайти в один магазин за косметикой потом пойти в аптеку в нашем случае это у нас в м косметик все можно сделать давайте про магнит есть разные форматы у магнита и магнит ремонт и продуктовый и дискаунтер гипермаркет и почему в узбекистан решили с м косметик войти на сегодняшний день рынок первое развивается еще очень много времени потребуется чтобы создать все цепочки правильной что имею ввиду логистика продуктовая логистика гораздо сложнее чем косметическая факт факт оборудование на там пока недостаточно разного оборудования там для хранения фреша правильно холодильников там есть недостатки складов с морозильными камерами нехватки складов склады наверное вообще основная боль всей страны для ритейлеров потому что у нас на сегодняшний день есть несколько компаний в совокупности на сколько на меньше 100 тысяч квадратных метров все склады я говорю про склады уровня там b и а где мы ритейлеры можем нормально функционировать дать не то что склад куда-то ворота открыл завез тележку вот у вас склад а где приезжает товара у человека в руке тсд он по электронной накладной все это принимает пикает раскладывает по ячейкам там температурный режим поэтому логично сказать что на сегодняшний день выходя на продуктовый рынок либо у вас уже должна быть создана инфраструктура как например у наших коллег до годами создана обкатанная понятно не знаю что делать жару в там в челю где прятать товар да там как зимой его утеплить либо зайти на рынок на котором 50 процентов молодых женщин да это тоже не в каждой стране на сегодня если не путают пятьдесят с половиной до процентов женщин на там или мужчин ну то есть практически рано до 50 на 50 и население узбекистана практически после киргизии самое молодое в центральной азии растет по 100 по миллиону практически прирост понятно что любая просчет экономики говорит о том что ребята как легко выйти на рынок с чем есть ответ кто потребитель на этом рынке сейчас есть ответ как они будут развиваться этот рынок куда есть ответ ну логичное решение абсолютно правильно как с управлением в целом насколько она вас ручной насколько вы вмешиваетесь там вплоть до мельчайших деталей или это вообще с москвы идет но у нас это очень распространенная тема да я понимаю чем с москвы ничего не идет я очень сильно стал меньше вовлекаться в операционные процессы просто потому что за то время которое я работаю мне удалось создать команду профессионалов которые отвечают за свои блоки я вообще считаю там это так инакомысли которые в наших встречах в узбекистане тяжело дается вот этом сколько работаю кто такой сел или генеральный директор это саппорт людей своей команды которая должна выполнять свою работу то есть приходит человек денис у меня есть идея она классная вот смотри цифры но мне нужен еще ресурс вот я тот человек который могу найти ему ресурс но при этом если я опять что если я взял человека на работу не знаю там директора по логистике плачу ему деньги это по умолчанию подразумевает что сделать человеку который будет делать всю работу по логистике но может быть он недостаточно все-таки такой же умный как руководитель как это часто бывает руководители часто думаю очень смешно что есть руководители которые могут на дубке и на барабане еще и танцевать знаете есть такой анекдот но давайте давайте анекдоты разбавим анекдот хорошо ужасно что это в интервью по по запекам если что приходит дедушка 85 лет к врачу и говорит у меня сосед ему сто лет говорит что сексом занимается 10 раз в день давай мне таблетки либо уколы вот хочу также доктор у нее смотрит 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 суши открой рот тот открыл покажи язык тот показывает суши ну и ты говори поэтому говорить там что угодно можно невозможно управлять одним человеком компании решая все вопросы я в это не верю это невозможно задача руководителя создать сильную команду то есть если вы взяли в команду слабых людей разумеется вы вовлекаетесь во все вопросы вынуждены вплоть до куда прибить гвоздь какую краску выбрать чтобы покрасить стен и так далее но если вы взяли человека который говорит denis не лезь пожалуйста ты взял меня руководителем сильный руководитель силен когда него сильная команда и так спускается вплоть до уровня не знает тому уборщица сейчас утрирую но глобально да если у вас плохая уборщица у вас некомфортно в офисе людям некомфортно будет работать то есть и уборщица должна быть хорошая так и руководитель если он хочет чтобы у него все работало как часы нужно взять на работу профессионала если они есть у нас говорят на рынке мало профессионалов мало директоров по логистике качество мало поэтому он был в рекаме и начинает их учить 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 вроде бы так говорят в журналах про бизнес давайте так есть какие-то отрасли да где или компании где есть уже там сильные команды да и вы там можете купить себе сильного руководителя дальше вопрос если у вас возможности купить руководителя и если время учить на и здесь наверное каждый руководитель каждая компания решает для себя сама в нашем случае например если я вижу крутого профессионала который разделяет наши ценности который понимает что ему делать я могу его купить да там данном случае купить с позиции да что есть инвестиции инвестировать в этого человека то несомненно логичный шаг это сделать если например вы увидите сотрудника который потенциально не знаю умный интересуется готов вовлекаться в разные процессы то для любой компании правильнее и дешевле обучать дальше развивать этого человека единственный минус если вы берете директора по логистике например да если мы затронули логистику с недостаточным опытом вопрос это может вам очень много стоит дорого стоит до ошибки ошибки либо какие-то потери так далее но например если вы берете какого-то менеджера на закупке да там либо берете человека который где-то в маркетинге помогает то его можно очень быстро достаточно обучить хорошо выполнять свою работу поэтому да можно по-разному до m косметик был burger king там была какая-то серьезная позиция у вас да это был исполнительный директор по москве и московской области 300 ресторанов это я все время шучу там лучше самым самый знаменитый ресторатор данным по количеству ресторанов я номер один стороне ну что просто нет нет такой сети сложный трудный бизнес действительно вообще другой я никогда не думал что столкнулся с теми вещами которые есть но при этом закалил да и вот этот интерпренерский предпринимательский подход сейчас пытаюсь здесь внедрить потому что важно когда человек не просто работает а он воспринимает работу как управление своим бизнесом и вот не за директор магазина как только человек задумается о том что я должен не знаю здесь сэкономить потому что это мой магазин или здесь потратится потому что это нужно для магазина для моих клиентов вот так правильно и так бизнес будет развиваться а если человек говорит ну слушайте я с 9 до 6 я свой функционал сделал сделал зачем мне там больше думать так далее так далее поэтому такой предпринимательский подход ко мне во мне воспитался и сиси сейчас как раз стараюсь все это реализовать а вот вообще как скажем человеку с не местного рынка какие-то особенности узбекистанские они ну там многие говорят что у нас в общем все медленно происходит такие процессы тянутся затягиваются люди там завтра добрый иншаллах тогда когда ли не шала в том числе до жила меньше но хоп да ой да это я расскажу слава богу на месяца через три после того как я приехал у нас глобально в компании хоп отменился лайфхак который этом всем бесплатно дарю хоп это значит сделаю сейчас же сделаю завтра я тебя услышал постараюсь сделать я услышал но не буду делать мне это не интересно вообще не моя проблема и просто хоп хоп как ну ты что-то сказал хоп да вот у нас сейчас там в компании действительно этому брату и за это задача понятно не хопа до задача понятно когда сделаешь хоп не хоп когда сделаешь да и это в том числе дисциплинирует людей потому что счет беру когда ты работаешь в корпорации когда-то от тебя зависит многие другие люди например там не знаю стройка ну казалось бы строит и строит этом неважно там что может произойти но опять-таки от стройки зависит там служба безопасности который должна поставить пожарную сигнализацию охранную сигнализацию маркетинг который должен знать в какой момент приехать делать монтаж вывески да и так далее так далее так далее то есть человек который не может сформулировать точно там дату он заведомо заставляет всех других людей не понимать как им качественно и вовремя исполнить свою работу наверное такие моменты есть по поводу скорости опять-таки но это рынок такой да и разумеется мне хотелось бы сказать там где сделай все пошли сделали так не всегда происходит но при этом я должен отметить что глобально если говорить о менталитете что если люди могут помочь и хотят то не всегда ищут варианты да там и зачастую не знают водитель может решить массу проблем просто потому что он как бы понимает что это важно он и он помогает а вот это комьюнити она тоже в бизнесе есть потом например для нас большой новостью мы не знали правда не знали да когда нам сказали что есть исламский договор аренды что самое смешное для меня и я уже будучи здесь я понимаю суть как это работает но я кардинально не понимаю как в корпорации там юридическому департаменту объяснить что договор на салфетке там трех людей по сути является договором ликвидным документом да и и то есть опять как бы ну там в частному бизнесу например один магазин там одно кафе это все нормально но если я расскажу ребят у меня там 57 магазинов на салфетке денис ты как бы точно с головой дружишь или или может быть нужен другой денис который как-то более вот но мы например что сделали мы поняли что в регионах русский язык не основной в общении и тем более в чтении мы перевели документы на узбекский язык мы берем на работу людей у нас на двух языках договор трудовой потому что мы понимаем что люди конечно могут подписать но нам важно у нас все правила нас перевести через переводчик и до сделать и у нас есть документы и это нужно делать потому что еще раз говорю мы находимся в другой стране есть другие требования другие законы если хочешь быть успешным ты должен выполнять те требования или те правила которые есть почему на имени не остались на прежнем магнит косметика здесь наверное вопрос больше к правам на сегодняшний день имя магнита зарегистрировано и жители ташкента до жители ташкент даже знают где находится магнит где находится магнит на рисовом это что магазин какой-то для такой супермаркет есть ему 20 чем-то лет если если я не путаю это не знал и знаете очень классная когда приехал все еще говорит там магнит магнит и сигаре на рейсовом знаю сейчас сознание людей м косметик и это классно и для меня например вопрос сохранилась ими используются ими или нет вопрос смогли ли мы за это время сделать бренд на сегодняшний день могу сказать что когда я говорю там знакомясь с кем-то в каких-то навстречек еще грамм косметик люди кивает города знаем ну то есть для меня важно это возможно в на рынке узбекистана не так важно что мы часть 7 магнит важно что она знает как м косметика в droger и сеть который активно развивается нас там приглашают на всякие встречи выступлений ну то есть мы завоевываем свое имя и она им косметик а как магнит участвует жизни им косметик технически то есть я знаю что все проводится через москву до москве главным моментом документы документальными виду в первую очередь должен сказать спасибо нашим акционерам моему руководству которые действительно дали нам возможность развиваться здесь то как мы видим развитие я могу сказать что все наши решения которые принимаются здесь они уже нам доверяют да и не нужно согласовать каждый шаг каждый чих каждое открытие разумеется это было сделано не сразу кредит доверия нужно завоевать но мы завоевали есть технические моменты с позиции да там доменных имен айти безопасности защиты данных разумеется мы внутри инфраструктуры потому что она уже создана все защищает так далее так далее там не знаю почтовые сервисы и есть если говорить с позиции бизнеса то мы здесь все что обсуждаем нам есть коллеги которые помогают я им признателен и большой привет передаю всем тем кто нас сопровождал во время открытия после и тем кто сейчас нам помогает потому что в первую очередь важно партнерство здесь не вопрос да там где принимается решение у наших коллег в россии есть большая экспертиза глупо выдумывать велосипед когда можно попросить велосипед но при этом мы понимаем что какие-то вещи не работают и нам нужно найти локальное решение и у нас есть право найти это решение реализовать попробовать протестировать да это что говорит всегда наши руководители можно ошибаться нужно ошибаться вообще это говорит о том что люди ищут что-то новое какое-то развитие если вы не ошибаетесь то возможно ваш рынок будет гораздо меньше чем он может быть в будущем по айти инфраструктуре вот вы упомянули про данные вы храните здесь я правильно понимаю да несомненно в соответствии с законом все то что требуется в республике узбекистан все это сделано в полном соответствии насколько вывод именно айти компания технологическая компания то что я знаю что там магнит при том же галинском это было скорее такое идти направление мы растем у нас прекрасный местный айти директор действительно мы сейчас создаем инфраструктуру автоматизацию но на сегодняшний день опять есть те вещи которые на рынке не существует и невозможно там коробочку купить за все знают 1с практически там во всех странах бывшего ссср работать на 1с но при этом не везде есть блоки которые можно просто вставить сказать вот все вот нужен блок не знает там лояльности вот enter нажали и у вас правильная лояльность то есть везде нужно дорабатывать да это что мы сейчас делаем у нас большая команда сейчас айти автоматизировать те процессы которые соответствуют всем требованиям то есть нас есть налоговые требования у нас есть законодательные требования нас есть там какие-то трудовые нас есть обмен данными у нас есть там разные системы такие как система оплаты документооборота которых не существует других странах чтобы это сделать нужно айти инфраструктура чтобы это как-то сконнектилась да это мы делаем технологичная надеюсь если бог даст через пару лет на когда мы действительно сможем говорить там о нашей доставки о нашем там сайте мега крутом приложение там не на как они геймификация ну я верю что мы к этому идем когда на франшизу перейдете просто у меня есть опыт большой работы с франшизой это очень тяжелый бизнес и это даже очень интересно потому что есть там наши коллеги да и не буду давать конкурентами кто по модели франчайзинга развивается в узбекистане франчайзинг что это такое по простому да вы заставляете людей тратить свои деньги и работать так и деньгами как нужно вам то есть открывать свой магазин это как это работает в принципе так как у вас есть опыт то знание да но я должен гарантировать то есть для меня франчайзинг когда вы не знаете что это франчайзинг вы фроша была там четкая задача мы всегда говорили неважно вы заходите в фроша в шанс-элизе или во владивостоке зайдя вовнутрь вы должны не отличить и не понять какой вы стране вот это хороший франчайзинг а когда вы приезжаете да там говорить ну ладно там я не знаю это джизак джизаки можно попроще там люди неподготовленные то есть вам нужно гораздо больше людей учить вам нужно учить предпринимателя управлять бизнесом много вещей которые по сути вы должны создать второй офис для франчайзинга поэтому сейчас в планах а там как в облаке да там что это интересно это позволит больше покрывать страну есть с позиции практически операционной да это трудоемкий большой процесс которому нельзя подойти там типа за пять месяцев или там за полгода вернемся к росту я правильно понимаю что вы сейчас только инвестируйте то есть вы не открывайте магазины на заработанное прежним магазином давайте с отвечу так что на сегодняшний день я очень счастлив что есть уже магазины которые кормят себя сами да это наверное в первую очередь говорит о том почему мы продолжаем развиваться а второй момент про инвестиции вопрос открытие магазинов это вот как выглядит договор аренды отремонтировали поставили стеллажи ассортимент касса работаем вот это открытие магазина чтобы это все открылось есть еще десятки людей которые должны быть в компании которые должны работать то есть соответственно вас вот должен быть бы кофе своя бухгалтерия свои финансисты контролеры службы безопасности кадровое дело производства и чары я могу еще долго перечислять это те люди которые нужны чтобы открылся магазин соответственно мы сейчас инвестируем не только в магазины а создаем инфраструктуру которая позволит нам дальнейшем масштабироваться с каждым годом тому двойными утроенными темпами вот это основной или например мы говорили там ранее про айти не секрет что самые дорогие инвестиции вообще у любой компании это войти инфраструктуру если мы говорим про автоматизацию процессов то это нужны инвестиции для того чтобы это делать поэтому для меня инвестиции в будущее есть магазины которые прекрасно уже живут сами себя кормят оплачивают все свои счета и хорошо есть магазины которые на развитие мы знаем например что эта локация через год-два станет более трафиковой более интересной да и что наши продажи там через год вырастут в 45 раз ok сейчас мы можем с инвестировать для того чтобы занять лучшую локацию лучший фасад сделать красивую рекламу да чуть-чуть продавать но через год-два он будет супер прибыльной но это стратегия развития невозможно открыть хит который окупится через 30 дней после открытия следующий так далее так далее так далее но так масштабирование так не происходит что в планах на ближайший год-два кого вообще вас газет планирования год-два-три ой у нас горизонт планировал не соврать 2032 год на сегодняшний день это как у нас протянут наш стратегический план развития да как разумеется там семь лет есть трехлетний планы как у любой компании да там когда на горизонте планирование есть годовой план наша задача на сегодняшний день сделать нас максимально доступными в 2024 году мы продолжим нашу тактику что если есть районы если есть махаля если есть город да где мы видим потенциал для нашей работы мы будем там открывать магазины классно если мы это делаем в коллаборации с кем-то потому что это очень важно например почему популярны там торговый центр типа меги что вы приходите утром и вы весь день можете провести удовлетворяя все потребности всех членов семьи там вам нужна мебель вы там проходили в икея да там вам нужно поесть вы идете на огромный форматов нет вы хотите их создавать просто нет ну мы во первых сейчас ждем до когда наш откроется самый большой торговый центр а посмотрим на как люди отреагируют тоже я представлю пока нет да потому что мы хотим понять формат не все очевидно насколько мы впишемся и с чем вписаться на потому что непонятно как сложится трафик что по социальным активностям знаменитая тема все иностранные компании завозят социальную активность социальная ответственность как нашим пока не нашли для этого хорошие хорошее слово хотелось бы чтобы не только завозили они как-то и сами тут развивались у нас есть волонтерский проект до михрибон махаля пока три направления и но очень безумно горжусь ими первое это мы сдаем кровь сотрудниками офиса последний раз мы сдавали в день донора и тоже там мало кто задумывается и наверное там правильно в таких встречах говорить что на сегодняшний день потребность крови в узбекистане то что сдается отличается в три раза крови не хватает больным это факт и кровь нужно второй наш проект который супер классный и я рад что мы первые я надеюсь что за вами кто-то еще последует мы поставили боксы уже 45 магазинах пять из них наши собственные остальные сделаны с партнером где вы можете купить еду для животных еду игрушки какие-то вещи и у нас каждый магазин каждый бокс распределяется по определенным приютом уже мы отвезли почти там 80 килограмм еды в хайот отвезли фирга нового фирга не есть приют где содержится 89 собак три кошки и они тоже просили помощи уже есть и был пост в инстаграме про самарканд про приют как только мы откроемся в самарканде мы тоже установим бокс и тоже будем помогать самаркандским приютом для животных я считаю это очень важно и там не знаю каждый раз если кто-то хочет понять проблематику сдаете в хайоту посмотрите как живут почти 7000 собак животных разных видов это город по мне это город даже не приют это город да я думаю у многих в голове что-то до перевернется и действительно больше людей будет волонтерить и третье наше направление мы там по силу возможности понятно там мы не можем этом все ресурсы вкладывать мы помогаем бездомным мы помогаем тому дом приюте для слепых отвозим вещи собираем у нас какая-то продукция у нас есть там вещи сотрудники сдают помогаем тоже считаю что это важно и как бы основная мысль для нас это не есть там пиар как бизнес да вот знать и это весь компании которые делают у нас есть волонтеры то есть насукаю участвует не каждый сотрудника только тот кто хочет кровь сдавали только тот кто хочет это было просто ребята там желающие я считаю что вот такое волонтерство да она правильно нельзя из этого там делать какой-то бизнес и как-то на этом монетизировать что-то должно быть хорошая коммерческая организация сама по себе она заточена на коммерцию да что-то должно быть душевная вот наш проект волонтерский он для души на им занимаются люди бесплатно мы никому ничего не доплачиваем люди свое время выходные посвящают сами собирают ездят почему потому что это важно для них мы просто как компания помогаем смотреть со стороны все-таки до москва московского аллах бургер king и тут переход в ташкент в новую сеть это выглядит как либо челлендж либо понижение какие мысли ставили за этим решением хороший вопрос потому что я стараюсь со всеми у нас на работе делиться со своими коллегами потому что для меня это как раз был вызов с той позиции что но вообще любой человек который приходит сейчас к нам это уникальная возможность на рынке например в россии это очень очень сложно найти вы приходите и вам компания доверяет делать все так как вы научились как вы думаете как вы знаете и в моем случае мне сказали денис у тебя есть опыт у тебя есть знания и мы хотим чтобы было так как ты с этого опыта знаний видишь развитие компании поэтому для меня это возможность создать что-то уникальное и всю жизнь тебе кто-то говорил как делать как думать а теперь ты на сто процентов ответственный за будущие компании за будущее своих людей которые в ней работают и действительно это вызов плюс смена страны понятно что в россии это было бы все проще легче здесь нужно ментально было адаптироваться бытовой адаптации какой-то до нужно было пройти поэтому здесь наверное действительно большой вызов и для меня это расцениваю как подарок судьбы там может звучит высокопарно но я очень рассчитываю что через несколько лет я вот прям буду буду рассказывать с большой с большой гордостью о том что мы сделали и такого на рынке еще никто не делал